Алло, это телевидение. Программа «Беспосредников». Слушаю вас. Скажите, пожалуйста, я хотел бы узнать. У меня такой вопрос. 238-42-85. Программа «Беспосредников». Добрый вечер. В эфире программа «Беспосредников». Мы работаем для вас в прямом эфире. Вы смотрите телеканал ОТС. Одна из важных тем 2008 года – это развитие инновационной экономики. Ну, после финансового кризиса, конечно. В науку нужно вкладывать сегодня, чтобы получить результат завтра. И Новосибирск в этом смысле уникален. У нас три академии. Сибирское отделение, медицинская академия и Академия сельскохозяйственных наук. Более того, у нас с вами есть наукоград Кольцова. Единственный наукоград биотехнологического типа. Сегодня мы будем рассматривать наукоград Кольцова как уникальную модель сочетания науки и бизнеса. У нас в гостях мэр Кольцова Николай Григорьевич Красников. Николай Григорьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я приглашаю вас присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 238-4285. Задавайте свои вопросы. Николай Григорьевич, наш с вами разговор. Я хочу начать с цитаты одного из изданий. Рабочий поселок Кольцова своей историей обречен на инновационный путь развития. Вот, Николай Григорьевич, с чего началась эта обреченность? Как вы ступили на этот непростой инновационный путь? Ну, к счастью, это действительно исторически сложилось. И мы, как городок-спутник, рядом с Вектором, ныне научным центром вирусологии и биотехнологии государственным, а когда-то Всесоюзным институтом молекулярной биологии, с которого начиналось 35 лет. Молекулярная биология здесь у нас. И 30 лет на будущий год будет уже Кольцова. И мы, как городок-спутник для ученых-биологов, вот все время, как яйцо и курица, вместе с Вектором развивались, прошли все лихие времена. И вместе с наукоградами России, которых около 70, которых в той же большой массе свой научный потенциал, переживали все болезни и изъяны рыночной экономики 90-х годов, объединились в Союз развития наукоградов. И одними из первых прошли по новому закону, рожденному тоже вместе в муках о статусе наукограда Российской Федерации. Когда получили? И четвертыми в России, после Обнинска, Королевой и Дубны, получили вот 17 января 2003 года. Это началась наша новая наукоградная эпоха, как мы ее называем, эра, говоря громко для себя. И мы этот январский день особо отмечаем. Это действительно, Николай Григорьевич, новый этап, статус наукограда, новая веха в развитии Кольцова? Да, это своеобразный этап был, поскольку мы до этого вместе с Вектором попали в тяжелое положение, лежали на боку, и был кризис федерального внимания и к Вектору, соответственно, и к нам, и к другим городкам подобных, с центральными градообразующими предприятиями. И, конечно же, это был всплеск того самого внимания, это было подчеркнуто указом президента, была утверждена наша среднесрочная программа, приоритеты, и определенные некие формы государственной поддержки, и федеральные, и областные. И начался вот этап вставания с колен, ну и уже с такой гордо поднятой головой, с флажком наукограда, пока еще без больших денег, но они тоже в небольшом количестве последовали. И, главное, взбодрили нас, мы осознали вновь миссию и нашего научного центра, и нас самих как сообщество, которое рождено для того, чтобы создавать условия для большой науки и наукоемкого бизнеса. Николай Григорьевич, Вектор всегда занимался, и до 91-го года, скажем, и прикладными исследованиями, и чистой наукой, фундаментальными исследованиями. Сегодня же мы говорим про прикладную науку, имеем в виду инновации. Что же все-таки для нас, для простых жителей, в Новосибирской области означает это магическое слово, инновации? Ну, инновации, это, прежде всего, экономика основана на знаниях. Все-таки это наука и экономика. Да, это продукт знаний, который коммерциализируется, и национальная экономика, я так понимаю, как коммерциализация научных знаний. А мы впереди планеты всей были во многих отраслях фундаментальной науки, и, к счастью, это сохраняется, в основном, благодаря как раз тем градообразующим предприятиям, центрам, которые находятся и в Наукоградах в том числе, но отставали вот в другой компоненте коммерциализации связи этой науки с практикой, с внедрением, с выходом в тираж, на пилотные проекты. И вот сейчас политика как раз и развития Наукоградов, и технопарков, и особых экономических зон как раз догоняет тот исторический, может быть, международный паровоз, который без наших советских вагонов шел раньше и не может, наверное, сейчас без России. Еще некоторое время назад, говоря о поселке Кольцово, мы сразу же, у нас ассоциация, это вектор, это мифы, это тайны. Сегодня мы говорим о поселке Кольцово, подразумеваем Наукоград, и более того, мы уже знаем, что такое бизнес-инкубатор, и он есть на территории Наукограда Кольцово. Я предлагаю посмотреть фрагмент одной из последних программ о сегодняшнем дне Наукограда Кольцово. Давайте посмотрим. Кольцово, где находится крупнейший в России научно-вирусологический центр, до сих пор окружен слухами и мифами. И это неудивительно. С конца 70-х годов прошлого века ученые вектора работают с опасными вирусами. Лихорадкой Эбола, сибирской язвой, чумой, с бидом, туберкулезом. С 2003 года Наукоград. В прошлом – поселок при векторе. Областные власти и власти поселка более двух лет добивались этого статуса для Кольцово. Новый статус – новая жизнь. Взметнулись к небу строительные краны. Вместо трехпанельных девятиэтажек появились микрорайоны и улицы. Сандахчиево, Вознесенская, Никольский проспект. Мы сейчас, скажем, точно на уровне Европы находимся в Кольцово. Я вот нисколько не могу сказать, что хуже. Уровень Европы. И состояние домов, и содержание, и вообще уровень всего поселка. Здесь понимают, что за молодыми предприятиями – будущее Кольцово. С целью поддержки тех, в чьем активе лишь хорошая идея и большое желание ее реализовать, создан бизнес-инкубатор. Любое предприятие, которое занимается инновационной деятельностью в области биотехнологии, может стать его резидентом. 265 рублей у нас стоит аренда офисных помещений в месяц с учетом всего. Мало того, входит у нас в эту сумму мебель, компьютеры входят. То есть человек приходит и просто начинает работать. Он сидит здесь три года, развивается его организация. А затем вынуждена она покинуть систему инкубатора, потому что таков закон. За это время предполагается, что предприятие в состоянии, значит, вновь созданного, наберет некие обороты, наберет жирок, как это говорится, обрастет заказом, в общем, персоналом, невозможно, станет более расширенным. И, мало того, конечно, это здорово, но, тем не менее, оно должно за эти три года встать настолько на ноги, чтобы выйти в самостоятельный план. Здесь поддерживают оптимальные условия для старта и начального развития малого бизнеса. Менее чем за три года компании вырастают, встают на ноги и готовы жить самостоятельно. Скоро в Кольцово появится и технопарк. Молодые, но окрепшие компании смогут перебраться сюда из бизнес-инкубатора для дальнейшего роста. Строительство тоннеля под железной дорогой в районе Барышевского переезда, реконструкция трассы Академгородок Кольцово, обустройство парка отдыха, а главное, интенсивное развитие биотехнологий и их реализация. Все это предстоит сделать реальностью в самое ближайшее время. Мы посмотрели видеоматериал, как наглядный пример, что же с собой сегодня Кольцово представляет. Николай Григорьевич, говорили в видеоматериале и в нашем с вами разговоре о бизнес-инкубаторе. Инкубатор выращивает компании наукоемки. Вот поподробнее, как попадают, как можно стать резидентом вашего инкубатора? Для начала я хотел бы пояснить, как он вообще появился, идея бизнес-инкубатора. И мы здесь ничего не выдумывали, поскольку все наукограды изначально создавались с избыточным научным потенциалом. Кадровым, материализованным. И мы тут в полном ряду. Избыточным в каком смысле? Его нужно было куда-то направить? Ну, с запасом. В том плане, что влези научных центров и вторые члены семьи, и сами научные подразделения так устроены, что они рано или поздно идеями просятся иногда за забор, ведомственности, санитарные заборы. И так происходило в Кольцово, как и в других наукоградах. И поэтому родилась идея такой инновационной поляны, мы ее называли, где как ромашковые лепестки должны были быть фирмы отпочковываться. Это пример показывали фирмы Вектора, Вектор Биальган, Вектор Медика, Вектор Бест. Это крупные компании, известные уже и в мире, и в России. Инди, и этот тоже своеобразный технопарк, вкладывался на самой площадке Вектора, но появилось еще и желание выйти в такой оперативный простор, и мы сталкивались с этим, и вот занялись землеотводом, подготовкой условий для выращивания таких компаний. И поэтому, когда Минэкономразвитие объявило конкурс федеральный, мы очень легко и естественно выиграли его, одними из победителями стали, поскольку были готовы к этому делу при поддержке области, области, поддержка губернатора на всех этапах была, и при получении статуса, и здесь мы получили возможность строить первый безинкубатор, для того, чтобы в тепличных условиях, о которых говорили сейчас, в годных, с мебелью, с компьютерами, на пониженной аренде, могли фирмы небольшие подрастать. Там есть критерии, есть процедура попадания в этот безинкубатор, и мы как раз целую цепочку, чем, может быть, наш опыт интересен, и я много раз выступал и в сообществе своих наукоградных собратьев, тем более, что я являюсь еще вице-президентом Союза развития наукоградных, такой союз интегральной связи поддерживает, и наша цепочка кольцовская, она выглядит еще тем, что безинкубатор, рядом мы задумали технопарковую зону такого чистых компаний, софтовых или биотехнологических, совместимых с недалеко расположенным жильем, далее есть площадка вектора, где могут быть уже с санитарным разрывом помещены какие-то крупные компании и развиваться на землях и на имуществе бывшего вектора, ну и производственная зона за вектором, где бы могли выходить тиражированный продукт уже компании. Так вот, это изначальное звено безинкубатора, очень интересно тем, что как раз мы по отбору попадает туда компания, и она должна нарастить свой потенциал, свои мускулы, и потом перейти вот в одну из зон. Хорошо бы не убегая далеко за пределы области или Кольцова, ну или России, по крайней мере, но даже если это будет происходить, мы будем считать, что миссию свою мы тоже выполняем, поскольку вот взращивание такого бизнеса для России в целом будет происходить. Николай Григорьевич, а какой научной направленности компания в бизнес-инкубаторе? Есть какие-то критерии, только биотехнологии или IT? Ну, первоначально мы позиционировали его как биотехнологистские компании, но в целом, вот поскольку бизнес-инкубатор по условиям федеральным строился достаточно быстро, и не удалось полностью, в полной мере запроектировать и расположить его так, чтобы и санитарные какие-то требования для компании такие необходимые были выдержаны. Поэтому мы несколько упростили подход, но сейчас об этом не жалеем. Я уже сказал, что у нас распределенного типа такой технопарк сейчас создается, поэтому здесь преимущество создается биотехнологистским компаниям или софтовым компаниям, которые могли бы быть прообразами технопарковских площадок и взращивания на первой стадии наукоюнка в бизнес. Николай Григорьевич, у нас есть звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Представьтесь. Меня зовут Валентина, я из Кольцова. Валентина, здравствуйте. Вообще я в Кольцово живу с 90-го года. Я здесь родилась, училась. Мои родители работали лаборантами на Векторе. И вот вы знаете, меня всегда удивляло то, что у нашего Наукограда есть своя какая-то, ну, наверное, уникальная атмосфера, что ли. Вот раньше идешь по улице, и все прохожие встречаются, свои знакомые. А сейчас вот ситуация у нас немного другая, да? Вот много новых строек и много новых приезжих. И вот я переживаю, мои знакомые, мы вот вообще думаем, а может быть наш вот микроклимат именно Кольцовский вообще исчезнет? Вот как вы считаете, что делать? Как сохранить то, что вот у нас сейчас есть? Спасибо большое за звонок, Николай Григорьевич. Спасибо за звонок. Закономерный вопрос. Очень хороший вопрос, и мы благодарны нашим жителям, что они дорожат той обстановкой, атмосферой. Мы, как и, может быть, наш большой собрат Академгородок первые годы дорожил. Но здесь неизбежно есть болезни роста. С одной стороны, мы растем, вынуждены расти. Но, тем не менее, вот мы это замечание и чувства, и сомнения разделяем. Мы не хотели бы превратиться и никогда не будем благоустроенным таким спальным районом Новосибирска. Поэтому мы предпринимаем шаги, чтобы даже как-то влиять в наших рыночных условиях на заселение. Поэтому стараемся и содействовать и закреплению молодых кадров, и поддерживать молодых ученых Вектора, и премиями, и аспирантскими стипендиями, и какими-то жилищными субсидиями, кредитами. Кроме того, для резидентов в компании тоже стараемся создать определенные условия, чтобы именно они осели. Но то, о чем звучал вопрос, это, конечно, серьезно, но здесь мы одно лекарство. Во-первых, чтить те традиции, дорожить этим духом. Мне нравится, что последние годы мы вырастаем, но как-то и хорошеем, и жители сами участвуют в этом, дорожат и нашим благоустройством, и участвуют в сохранении как-то дворов, и общая культура, и общение возрастает. Но неизбежно, что наша деревня, как мы любим называть себя, и Наукоград одновременно все-таки подрастает. И я сам из аборигена, с 78-го года в Кольцово, с первых домов, и помню ту супер-первую атмосферу, когда мы вообще всем миром смотрели «Москва слезам не верит», на ящиках, в рощице из трех-четырех домов. И это было совсем целинное такое научное настроение, которое тоже не вернуть. Но вот важно, чтобы мы еще и дрожили историей. Приятно, что у нас появился проспект Сандарчиева, нашего главного академика, нашего Лаврентьева Кольцовского, который, конечно же, сделал очень много для этого. Поэтому будем вместе стараться, и наши жители должны тоже нам помочь эту атмосферу сохранить. Спасибо большое. У нас следующий звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Чуть погромче, пожалуйста. Николай меня зовут, и я в Северной районе, Сбяза. У меня вот много друзей, там недалеко от нас нефть добывают, вот они там работают. Ну, я часто с ними общаюсь на разные темы. Вот. И недавно вот как раз зашел разговор про экологию. Ребята сказали, у вас в Кольцово что-то такое разработали, какой-то препарат, который вот эту вот нефтяную пленку, да, на поверхности может собирать. Ну, вот интересно, это правда, вот что за такой вот уникальный препарат. И, сами понимаете, вопрос интересный, важный. Расскажите, пожалуйста, если можно сплатить. Спасибо, Николай, большое. Переживают жители области за экологическую ситуацию. Спасибо за вопрос, он тоже очень понятен, потому что вопрос экологии российского и регионального масштаба. Это не слухи, действительно, у нас одним из резидентов бизнес-инкубатора является ЗАО «БиОйл», который занимается разработкой препаратов для рекультивации нефтезарожденной местности. Они для юга, для севера, для разных режимов, и действительно очень интересные. Они эффективнее работают, чем зарубежные аналоги, и тут частично использованы разработки вектора. Поэтому фирма есть, обращайтесь в бизнес-инкубатор или через администрацию Кольцова, если вдруг какой-то есть конкретный интерес, партнерский или еще какой. Есть ЗАО «БиОйл», наш институт бизнес-инкубатор, и, надеюсь, вот таких эффективно разрабатывающих новые технологии будет все больше и больше. Поскольку сейчас и нанотехнологии очень интересно внедряются, и области, и с участием Кольцова заключил уже договор по нанотехнологиям с ГОШ-корпорацией. Так что тут много нового, мы надеемся, появится и у нас. – Николай Григорьевич, хочу наш разговор перевести в несколько иную плоскость. Говорят, что в науку сегодня молодежь не идет. Вы варитесь, простите за такое слово, в научной среде, вы строите бизнес-инкубатор, вы развиваетесь. Какая тенденция, вот на примере вашего поселка, больше ли молодых, идет ли молодежь в науку? – Это целая проблема. Мы все в целом в России, в регионе озабочены тем, что за 50, к сожалению, средний возраст в науке, и даже не близко к пятерке, а к шестерке порой приближается, что было совсем не так когда-то. И Кольцово здесь не исключение, с одной стороны, хотя наш поселок в целом на 3-4 года и статистически моложе области. Но ситуация нетрагична, мы сейчас нарабатываем связи с Новосибирским университетом, стараемся, я уже говорил, закрепить молодежь и помогать им остаться, и помогать как-то зарплатно, материальной заинтересованностью немножко закрепиться. Но самое главное, что я вижу, вот на примере бизнес-инкубатора, там много молодых компаний, и там молодежи с горячими глазами, которые хотят свои иногда шальные идеи, иногда очень фантастические идеи, казалось бы, ну, притворять. – В бизнес-инкубаторе молодежь? – Да, да, в бизнес-инкубаторе, ну, там молодые компании, во-первых, пришли хорошие амбициозные компании, скажем, фирма «Аэросервис», интересно, наши выпускники физфака почти сплошь, молодые ребята, действительно с горящими глазами. Вот недавно была у нас министр экономики и развития Набиулина, она довольно подробно знакомилась с проблемой становления этих компаний, в частности «Аэросервис» и подробно беседовала с ними, они там расширяются, добежали уже до Украины, и на ее вопрос, как вам все это удалось, они просто сказали, ну, мы просто такие активные, вот, и заулыбались. В этом таком русском оптимизме многое, вот, активность иногда, и даже в условиях, там, может быть, отсутствие серьезной нормативной поддержки или материальной финансовой поддержки со стороны разных уровней федеральных властей или региональных, ну, заменяют. Поэтому главное очень, надеюсь, чтобы у ребят были идеи, и вот мы… Амбиции в вашем Наукограде приветствуются? Амбиции есть, приветствуются, и мы, более того, может быть, как раз сильны еще тем, что мы штучно работаем с каждой компанией, я сам бросаю буквально все, если выходят какие-то новые партнеры, и нахожу сегодня же или на худой день завтра время, и обязательно побеседовать, и постараться заземлить. И так было много раз, когда компании не заземлялись где-то в другом месте, и иногда с Академгородка к нам приходят. Мы стараемся просто создать условия. И компания же, и та социалка, которая все эти годы поднималась активно, и мы считаем, что в Наукограде должны быть и лучшие школы, и садики, и те же стадионы, и зоны отдыха. Все это для того, чтобы, ну, ученые наши, специалисты не смотрели в сторону Запада, за границу, ну, и уж не убегали куда-то далеко из области. Николай Григорьевич, у нас есть следующий звонок. Алло, говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я живу в Новосибирске. Закончила недавно медицинский архитут и работаю в группам Миссии. Родители подарили мне квартиру в Кольцово. Ну, сами понимаете, ездить из города очень неудобно. Есть вот какая-то... Вы недавно говорили, да, про поддержку молодых специалистов. Я хотела бы узнать поподробнее, поэтому, сами понимаете, меня зато просто очень волнует. Хотели работать в Кольцово, Анна? В Кольцово, да. Спасибо большое за звонок. Ну, я не совсем понял вопрос. С одной стороны, живущие в городе спрашивали, может быть, как добраться, и есть ли какие-то перспективы в этом направлении. Видимо, хочет переехать в Кольцово жить и попробовать устроиться на работу. Да, ну вот по поводу переезда. Это делают довольно много сограждан. Примерно 50 на 50 сейчас расселяются наши или приезжают к нам из города, с академгородка, новые специалисты наши, новые жители. Многие из них находят работу у нас, и мы будем это дело расширять. Именно для этого мы иногда садим высокотехнологичное производство за зоной научной площадки Вектора. Есть еще зона таких производств и заводов, которые тоже востребованы многими членами наших семей. И вот технопарковские возможности, и расширение социальных предприятий, сферы услуг, которые будут выводить нас на категорию небольшого города, где будут рабочие места. Николай Григорьевич, то есть если раньше жители Наукограда Кольцово ехали устраиваться на работу в город, то сегодня есть определенный обратный оттенок? Есть, есть. Тем более, что вот мы только что закончили, ну еще верхний слой положим, летом сделали хорошую третью категорию трассу Академгородок-Кольцово. Это 10-минутная доступность, и мы стали соединяться с Академгородком, и миграция возросла. Это и обмен как раз рабочими кадрами, и просто связь двух центров. И то же самое, мы надеемся, в ближайшее время произойдет в связи со стройкой века этого тоннеля. Хотя сейчас много разговоров о том, что он попал в резервный блок, но я думаю, что это ненадолго. Мы готовимся, и сегодня областной администрацией решали эти вопросы, готовимся к реализации этого проекта. Может быть, он с небольшой сдвижкой, но будет построен в кратчайший путь, пятипровод, который будет соединять Первомайский район с Наукоградом. Николай Григорьевич, и последний вопрос. Можно ли сегодня назвать Наукоград-Кольцово опытной площадкой нового типа самоуправления? Ну, в каком-то смысле, да. Вы ведь рискнули в свое время? Мы рискнули, да. Это безусловно, потому что мы боролись даже, у нас были и такие инициативы, как просто присоединиться к городу Новосибирску, чтобы решить многие вопросы в свое время. Но нас поддержала губернатор, и мы сами давно выставили с 1992-1993 годов путь самостоятельного такого особого развития. Мы за него бились, мы в десятки раз подняли бюджет, мы рады тем, что у нас рождаемость растет, и много инвестиций, больше двух миллиардов, что мы удваиваем каждый год налоговый свой потенциал. И это тоже все как раз следствие нашей самостоятельности. И я рад, что вот буквально вчера вернулся из Москвы, где в Дубне видел, как особые экономические зоны развиваются иногда около Наукограда, как, скажем, в Дубне. И счетная палата была большая по анализу всех работ. И здесь мы тоже достаточно серьезно продвинулись. Спасибо вам большое, Николай Григорьевич. А я вам напоминаю, что сегодня у нас в гостях был мэр Наукограда Кольцово Николай Красников. Мы говорили о Кольцово как о уникальной площадке, сочетающей в себе развитие науки и бизнеса. Всего вам доброго и до новых встреч.